В поселке Красная Речка в результате пожара без крыши над головой осталась семья из трех человек. В момент возгорания в доме находились только двое – мать и ее 23-летний сын. Хозяина не было. Несколько дней назад он уехал в командировку в Новосибирск. Уцелить семье удалось чудом. В предрассветный час, когда сон особенно крепок, женщина все же услышала подозрительный треск. Звук доносился откуда-то сверху, с того места, где на кровле крепятся провода. Тут сверху начало гореть, от крыши. Как вы все проснулись? Стрелять начал проводкой. Так мы позвонили, еще даже не загорелась, только проводка начала стрелять. Ехавшие к месту пожара спасатели место ЧП увидели издалека. Когда расчет доехал до нужного адреса, крыша усадьбы, несмотря на проливной дождь, разгоралась все сильнее. Однако приступить к тушению в полную силу пожарные не могли. Дом не был обесточен, поэтому борьба с огнем скорее напоминала его сдерживание. Обливание с краев и сбивание расползающихся по второму этажу языков пламени. Вызванная почти сразу аварийная бригада электриков появилась только минут через 40. К этому времени почти полностью изнутри выгорел второй ярус постройки. По предварительной версии причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Этот дом, выстроенный пять лет назад, пережил не только пожар, но и потоп. Во время паводка хозяева приплывали к усадьбе на лодке. Постройку удалось восстановить, но, как выяснилось, лишь для того, чтобы она наполовину сгорела. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Субтитры создавал DimaTorzok